итак друзья всем привет с вами снова студия автозвука и тюнинга дистайл аудио и сегодня у нас небольшая так сказать видео инструкция о том как правильно использовать и заряжать литиевые аккумуляторные батареи значит для примера нас стоит новая секция 100 ампер часов литиевые стоимостью 28000 рублей значит весь литий без исключения при долговременном хранении находится в недозаряженном состоянии это условия завода-изготовителя и в принципе здравого смысла да то есть литий нельзя держать либо полностью заряженный его полностью разряжен не агрем он хранится в наполовину заряженном состоянии то есть 3 2 вольта на банку то есть сейчас мы включим тестер у нас вот 3 28 вольта то есть допустим вы приобрели литиевый аккумулятор он приехал вот вы его распаковали в транспортный поставили на стол вот на него смотрите значит секция состоит из четырех банок каждые 3 2 вольта то есть при последовательном подключении у вас получится там 13 2 13 3 вольта это вот он к вам только пришел то есть что какая вот методика вообще первичного заряда изомера литиевых принципе применимо к любым ямкостям то есть 100 ампер 200 ампер часов 300 ампер и так далее он к вам пришел что вы сделали в первую очередь взяли тестер и проверили каждую банку 3 2 вольта 3 2 вольта 3 2 вольта 3 2 вольта значит ну там десятки сотки можете конечно смотреть но это на самом деле не принципиально задача чтобы не было дисбаланса там по 10 ну или небольшой значит вот 3 2 вольта у нас все четыре банки я приготовил такие термоусадочки но по факту вы должны использовать либо медные шины либо алюминиевые либо равной равной длины медную проводку с наконечниками но в общем для коммутации значит первично что вы делаете берете коммутируете секцию последовательно то есть соединяете у нас допустим крайний минус здесь крайний плюс соответственно мы соединяем вот так вот здесь плюс минус здесь плюс минус и здесь плюс минус вот насоединили последовательную секцию в 13 2 вот то есть вот здесь у будет минус вот здесь будет плюс это 13 и 2 вольта берете обычные зарядные устройства типа кулон 715 для вымпел 50 в общем любое зарядное устройство на котором вы можете ограничить напряжение напряжение вы ставите первично 14 7 либо 14 8 вольт то есть нам нет смысла ставить выше или ниже и ставите вот эту секцию на зарядку и заряжаете ее до того момента пока зарядное устройство там не снизит ток либо не скажет что секция заряжена после этого после того как она зарядилась до 14 7 просто убираете перемычки вот так вот опять берете тестер и меряйте каждую банку если на каждой банке у вас допустим там 3534 3534 то можете в принципе смело опять коммутировать последовательную ставить машину под капот либо в багажник не важно если у вас есть дисбаланс больше одной десятой допустим там 35 вольта там 34 36 там 33 до секция разбалансирована берете 6 любых перемычек сделанных из нулевки там или из шин или из чего вам удобно в общем-то главная задача провода пропускать через себя токи там порядка 250 ампер и соединяете переворачиваете вот так вот секцию чтобы все плюсы и все минусы были на одной стороне то есть грубо говоря что он сейчас нужно сделать соединить все банки параллельно то есть для того чтобы параллельно нужно соединить между собой все плюсы и все минусы то есть делает это вот так вот так соединяете между собой все минусы и соединяете между собой все плюсы то есть ну максимально подробно прям делаю чтобы было понятно да то что уже были у нас к сожалению прецеденты что вот это называется соединено параллельно то есть все минусы у вас получилась одна секция 3 2 вольта емкостью 400 ампер ну в общем несут и вот в таком состоянии подключенным параллельно все банки оставляете где-то на сутки это называется грубая балансировка то есть банки начинают выравнивать сами себя спустя допустим там у кого-то хватает там часа двух кто-то лучше оставить подольше потому что будет максимально идеально опять же рассоединяете спустя сутки берете тестер и опять проверяете каждую банку если на каждой банке допустим 35 35 35 35 именно так и будет опять соединяете последовательно то есть переворачиваете опять соединяете секцию последовательно и получаете один аккумулятор с напряжением там допустим 13 8 13 9 ну зависимости от того до каких вы зарядите и либо еще раз ставите на зарядку проверяете либо ставите в машину как правило сразу ставим машину и все работает то есть все максимально просто если к вам пришел литий и вы предварительно не попросили нас отбалансировать и зарядить некоторые клиенты просят в принципе тем кому не горят сроки да его перед отправкой и сами балансируем и заряжаем секцию потом отправляем вот то есть не надо с вот после прихода сразу секцию ставить машину и юзать то есть как бы это достаточно дорогое питание поэтому лучше сделать все правильно ну вот собственно и все все достаточно просто но и опять же в течение в процессе эксплуатации могут разбалансироваться банки поэтому вы можете просто там раз в месяц брать тестер подходить допустим открывать капот или там в багажнике и ничего не соединяя просто также проверять каждую банку если есть какой-то дисбаланс но рассоедините один раз подключите параллельно отбалансируйте опять соединить ничего страшного в этом нет это абсолютно нормально в общем смотрите наше видео подписывайтесь на нашу группу вконтакте на наш канал на ютубе всем пока